всем приветики сегодня у нас 11 ноября утречка колю же раз сжигает костер человек вечером 5 перебирала все все ненужное просто жгем жгем и жгем носочки трусочки бумаги записочки но на все уже никому не пригодится те вещи которые получше я складываю в одно место вот у меня на кровати тут люди кто будет заходить приходить и ну скажу выбирайте кому чё надо кому чё по размеру подойдет здесь вещи и побольше и поменьше то есть тетя клавана была когда-то худенькая какие-то вещи она сберегала не выбрасывала какие-то вообще я на ней не видела это вот сарафан для платья не пойми никаких времен и уважать жалко что-то может оденет эти какой хбшечка вот много разных блузочек верхняя одежда в принципе вещи нормально вот это вот я не знаю что это хотела жечь пальто не пойду мне кажется это вообще 100 лет ему наверно придется его жечь такой никто уже носить не будет но оставлю оставлю всякие тут жилеточки свитерки драповая пальтишка хорошая ну пусть пусть выбирают пусть забирают попила чаю все равно хочу пить и воды нет надо заехать купить вот под краной здесь не пью потому что она такой садок дает даже при кипячении вот потом вспомнил что есть арбуз который взял вчера на огороде один единственный долбай арбуз арбуз классные арбузы меча один тетя клавочка спасибо напоила привезли с собой ведерко клюквы сейчас отложу клави свитей ну еще на гостинчик другим нашим друзьям оставлю вот сейчас поедем к ним же как раз заберем ведь камера дать там сим-карту поменять и не надо купить кое-какие продукты поедем близки не надо купить цветочки вчера на кладбище мы не заезжали сегодня надо обязательно заехать а еще привезла рыбку с собой привезла сига и привезла щуку отвезу и щучку здесь щука водится в дону но все равно она другая и отвезу им сиг сига было две вишни коля ну одну видите отвезли 1 вон она торчит и сажал я хочу в лепиху попробовать кислая наверно а я доспела лобнула мой вкусно тут горстка будет жменька все равно соберу а это компотик поехали привет привет кошка здорово ну че поедем 6 утра уже до ногах клава на клава ругался с вами быть вот и за веда клавы с вами бахнет а теперь он заведа клава уже кла бы стала привет ну че поедем поедем шесть утра уже пчелим сам не спите и у меня покоя нету нет вид мы попили давай сейчас достану с машины Да, я же арбуз привезла, рыбу. Смотри, Клав, здесь сик, это Коля ловил, и щука наша, мурманская, пожаришь. Пожарить ее, да? Себе пожарить, нам не надо. Так, это собаки. Сейчас, еще. Это? Вот это вот плавклюква, ее можно на морс рассыпалось. Короче, если будешь морс варить, ее надо толочь, потому что она не лопается. Там столько витаминов, это Коля собирала. Я уже тебе говорю, дай бог есть здоровье. Я второй день бруснику, мне надо бруснику пить. Вот, клюква, оно еще лучше брусники-то, оно еще лучше. Это на болоте растет, если в рыбалку ехать. А это вот половинку арбуза вам, а половинку вкусный арбуз-то, который нам любит. Вот это? Да, сладкий. Ну, а это надо Вичке приглашать. Малого, да, позови. А я пошла к Грену, поздороваюсь. Видите, я еще у них кормила. О, как раз. Барабака, барабака-то, Рома, ты еще не завтракал. Ну, привет, ну, привет, пёс. Привет, барбоса. Ну, здрасте, ну, здрасте, забор покрасьте. Давай кусать. Давай, Кушманька, давай, давай. Вот так вот, вот так вот. Ну, не стесняйся ты меня. Не стесняйся, я не кусаюсь. Да ладно, ладно, запели. Витя, куда подойдешь, через дорогу узнаешь. Найдемся, пусть идет по своим. Ну, ему в аптеку еще надо. Это храм вот в Лисках. Показываю центр в Лисках для тех, кто не видел. Вот. Всем привет, кстати, кто живет в Лисках. Ну, сейчас все-таки пипикательные. Кстати, запрещено пипикать, сигналить. Да, да, не только машина освободилась. А, сейчас ехали, мест не было. Сейчас все разъехались. Так что вот, привет мне не дали передать всем, кто живет в Лисках, в Воронежской области. Большой, огромный привет. Калина. Калина, мёд. Как эти, блогеры? Блогеры это одолели. Одолели вас блогеры. На рынок зайдешь? Ну да, на рынок надо. На бульон что-то взять. Сметана там же. А, это же после ремонта мы тут не были еще, Коль. Рынок по-другому стало. Так, корейская рыба. Семга слабосоленая, 2500. Я даже не помню, почему у нас. Глянь, рыба живая, пошли посмотрим. Глянь. Слушай, а это не осетру случайно? Осетру. Ничего себе. А это карась? Или кто? Или карп? Да, карась. Ты посмотри, какая прелесть. А этот вообще уже обесшкуренный, без чешуи. Слушай, какая красота. Какая красота. Нет. Надо курии нам взять. Ну, что-нибудь, курочки домашние. Потрошка. Девушка, у которой мясо брали. А давайте какую-нибудь. Какая красота. Вот эта. Сметана. Я сейчас не ориентируюсь все по-другому. А кого бы идти? Сметану. Прямо идите. Ага. Не сворачивайте. Ага, спасибо. Прямо идите, не сворачивайте. Не, лучше намного стало, конечно. А, вот плод сметаны. А яйца домашние возьмем? Масло 130. Яйца домашние возьмем, да. Так, только яйца потом сверху. И баночку поставишь аккуратно. Нам, это сливочки у вас, да? Баночку сливок и яйца. А масло почем домашнее? Калаграм. Я хочу вот к той рыженькой. К ней хочу. Здравствуйте. Я хочу к рыженькой. Вы меня... Да нам что-нибудь на плов или кусок. И шейку. И вот такое подешево. Шейку давайте. Давайте шейку. И на отбивные можно, да. Смотрите. Ой. А давайте то, что взяли в рубки. Сочним. Да, да. Смотри, 1330. Ага. 1330. 1330. Хорошо, хорошо. До свидания. До свидания. Так, ну все. Теперь что? Картошечки. Специи нам не надо. У меня еще с лета остались. Я много купила. Рыбки. Корюшка, Коль. Глянь, какая. Это не корюшка, это рябушка. Халяль. Не, классно сделала, Верина, конечно. Так, пошли еще. О, кукуруза даже что ли продается. Ничего себе. Кукуруза. Я хочу. А кукуруза почем? 40. Хочу, конечно, Коль. Ну, возьмем. Что нам, ребята, пора? С мамой. С мамой. С мамой. С мамой. Не, не две. Я просто подавать буду. Две. Четыре. Картошечки. Пошли, где свои торгуют. Пошли посмотрим. Местную хочется. Коврень сельдерей, потом возьму свинью. Здесь картошки я не вижу. Картошки, а, вон картошка. Это откуда картошка? Это белая картошка. Ну, это местная? Местная картошка, да. А это желтая, смотри. А почем? 35 рублей. Ну, вот тут. Вот тут месячек. Да. А корень сельдере почем? 100 рублей. Сейчас я тогда достану эту сумку еще одну, да? Так, чеснок ничего не имею. Чеснок. Там есть несколько, хватит. И два корня, давайте мне вот эти вот. Если еще надо, я вам что-то... Нет, два хватит. Вводи, ставьте. А, он дольше хранится. А, тушекариски. Чтобы в воде стоять. Ага, я поняла, да. Это я свинка, мне обожаю. Вот им хватит на два месяца, наверное. Пока покушайте одну, а вторая в воде будет. Ага. А в холодильнике в воде или на столе? Ну, чем же сейчас прохладно? Ну, можно в предбаннике где ему, да? Где прохладно поставить? Да, где прохладно. Ага. Вот это вторая. Хорошо. Так, две пары перчаток, мочалки и тряпочки для... Ну, для столов, для посуды. Я поняла, поняла. Вот они вот эти. Ага. Сейчас его покроем сейчас сюда. А пакетиков нету рулончатых? Нет, рулоны нету. Нету, да? Закончились пока нету. Так, это... Вам маечку дать маленькую? Да, давайте маечку. Сейчас. А то уже некуда складывать. Сейчас, Куль... Маечку дадут. Что? Маечку дадут, понесем маечки. Так. Так, значит, это что? Ага. Это по 52 пары с 40 рублей. Это будет 200? Еще что? Это для столов, для чего? Так, 200. Какой цвет вам дать? Ой, да без разницы. Давайте лучше. Пожалуйста, 235. Ага. 235. Ага. На двери, в правоушене. Под замки. Раз закрыл, и... Нету, Коля. Нету. Ну вот, что ли. Что, в правоушене нету? А, нет, все продал. Что? Да нету, нету. Что-то РФ освободил. А, нет, нет, все продал. Гири даже есть. Нет, здесь хозяйственные. Ну, в хозяйственной... А, там же будет хозяйственные по пути. А вот, сезонучительные. Ну, спроси, Коль. А, вот такие. Есть? Попроси. Вот. Так, тебе что надо? А, закрывается, замок куда? А, туда и замок, если, да? Да, да. Во-во-во. Ну, такую, сколько надо с ней одну? Вот эта штука в какую цену? Под замки. Это на той стороне, там, по-моему, цена. А, 300 рублей. Да, да. Крашеные дороже, а это дешевле идет. Ну, что, брать такое? Ну, возьми. Это в сарай ты хочешь, да? Да, или что? Да, да, да. Осторожно. Да, да, да. Один инструмент, и все. И снова барабаки. По улице гуляки. Чу-привет, балабака. И чу-привет, балабака. И всем балабакам привет. Хорошие, чистенькие. Кормят, наверное, и он барабака. Блядь, целый этот, пока камеру включила. В Украину. Блядь, поймать не буду, как фотографируют. Блядь, из к спутникам же уменьшал. Техника пошла. Нельзя фотографируют. Можно. Они же не закрыты. Если бы нельзя было, они бы чехла им были закрыты. Вот это не было, Коль. Смотри, дохоронили, кажется, да? Был. Было? Просто это. Или порядок навели, может, песок насыпан. Где-то что-то жгут. Пахнет горелым. Вот это свежая. Ну, смотри, венки стоят. Свежая, Коль, захоронение. Ну, посмотри. 22-й год. Че ты мне говоришь? Май месяц. Так, а че мы тут весь расширили? Мы раньше тут проходили, а сейчас нет. Как тетя Клава говорила? Ну, привет, родные. Здравствуйте, родные. Ой, батюшки, вот тетя Клавочка наша. Привет, тетя Клава. Привет. Привет. Мы приехали. Тебя, деду. Вот тебе цветочки привезли. Видишь, какие красивые. Какие красивые. Ой. Вот, господи. Тут и приходила. Теперь к тебе приходят. Вот так вот поставим. Коль, у дяди Коли поправь, святые. Поразлетались. О, на которой на земле. Там просто они глубоко не залазят. Очень тебя не хватает, тетя Клавочка. Коль, надо будет, наверное, сделать фотографию. Я нашла там одну. Ну, тоже вот как здесь, хотя бы временно пока. Ну, крест хороший. На крест прикрепить. Потом... На саморезе. Да. Съездим этот, наверное, на втором этаже в центре. Ну, я знаю, где делают. Или Клаву спросить. Клава тоже делала табличку. Чтобы фотография хотя бы была и дата рождения и смерти. Дома все хорошо, тетя Клавочка. С твоей кошки не знаю, где собака пристроена. Но ты сама все видишь. Не верится, что тебя нет больше. Такая озорная была ты, шебутная. Всегда с нами. За любой кипиш. Кто? Тетя Клава вперед. За грибами, значит, за грибами. На рыбалку, на рыбалку. За травой, за травой. Везде. За любой кипиш тетя Клава только за. Ну, все, Коль, пошли, да? Ну, пока. Пока. Сюда-ка руку, я по могилке не ступать. Переступили вот так вот. А краткую переносили, кажется. Или что? Как будто вот плохо стоит, видишь? Видите, почему так? Я почему-то думала, что тетю Клаву вот здесь похоронили. А я бы зачем ее так? Кто-то себе еще место может оставил. Чтобы с ними. А кто тут может? Больше некого хоронить-то все уже. Ладно, до свидания, родные. Пошли мы. Я говорю, калоши стоят, как будто вот она их поставила, да? И вот сейчас придет и оденет. Нету, господи, царство небесное. Ой. Клав, сюда припошли. Да воркоколи какая смешная, это вообще. Она вообще бы спаляла. На капусту это потом обманщика. Клав, не разувайся, потому что полы не мыла я еще. Приехали. Не мыто ничего тут. Там носки. Не разувайся. Это он сжечь, все скинула. Тепло. Тепло, тепло, хорошо. Ну, ты тут шерапля. Ну. Это я хочу, чтобы Коля сжег матрасы. Все грязные, все в крови, не знаю в чем. Хочу, чтобы он спалил. Вот этот тоже матрас буду жить грязный. Весь, я не знаю, кровь откуда. Кровь-то не должна быть. Ага, а что, матрас? Ну, вот и тут весь, и этот для меня, он весь в этих. Он весь в чем. Ну, короче, Коля спалил. А я эти не в сумке? Нет, они здесь, Коля. А, ты взяла? Да, взяла. Может, она-то отъезжала? Не знаю. Ну, все надо это. Но утюг не нашли. Не, не, утюг не нашли. Вот, Клав, вот это все, что на кровати, это все я вытащила. Вот, надо перебрать, посмотри. А, вот, иди, печь. А я думала, вот тут иди печь. А вот тут утюг стоял у меня, вот там вот утюг стоял. И нету. Куда же ты мать перегла? Слушай, не говори-ка. Одевалась бы ты, одевалась. Ходила, как королева. Угу. Берегла все. А денег уруебина у меня с меня. А это какая-то юбка. Она ходила у юбки. Ну, я что-то даже не помню ее в этой юбке. Красиво. Не говори-ка. А как начинают стареть, блять, все в жопу куда-то туда. Слушай, книжки все были ровненько, все книги подвинуты. Ну, искали, наверное. Все, что-то, там уже это, альбомы туда залетели, я доставала. Книжки все ровно-ровно стояли по струнке. Видишь, как все так вот, вон, все перерыто. А, посуды. Тут было все забито, там забито было. Видишь, прям, ну, не хватает. Я не помню, что здесь было. Но вот тут была посуда полностью заставлена. А, ну, я вот так, Лен, я вот так зашла. Я ж не знаю, что у ей было херой, знаешь. Я тоже не помню, что, но помню, что была... Я не видала, что вот это сервису ей такой красивый. Да, было красиво. Вот тут что-то стояло. Ну, как бы, ну, что-то под под этого, подчистили. Ну, хрен с ними. Подчистили, хрен. Да, как бы она... Она тут хоть спала или нет? Тут, я не знаю, где она спала. Она спала у себя в комнате. Но когда мы уезжали, она собиралась спать на диване. Она говорит, Лена, не складывай ничего. Я здесь буду... Лена, это, наверное, Коля на кровать. Это не кровать, это массажная... Ну, вот... Коля лежал вот тут была кровать. Вот тут старая, мы ее выкинули. И он лежал, и вот там телевизор. И он смотрел телевизор, он посреди комнаты лежал, Коля. А это доска. А это вот я привезла доска, а это ее старая доска. Это зверей моих клетка. Это я еще даже не все перебрала, даже не знаю, где тут, что тут. Ну, это у нее тут нитки были. Старье всякое. Ну, это все, что-то... Это все жечь. Смотри, это... А, и что за парень? Это было, наверное, что-то. А, чебуратор. Короче, переберу Коля в костер. Коля любит костры жечь. Я им звоню, они уже тут. Привет, Элечка. Ты им уже тут не дадут? Ой, твоя веротая. Не дадут? Ты что? Ира, звонит, говорит. Ну, ты не сухопалочек. Ты вообще, ну, Виши, это самое. Заходи, Надь, не разувайся, потому что... Я знаю, ты что пока почистишь, что-то это стало. Я им не звоню, я знаю, что вы уже должны подвыкать. Весной такое посадить, чтобы летом вы такое скажете. Ну, зелень, что-нибудь. Ну, зелень, сцепанты, там, такую вот редисочку какого-то скажете. Ну, я думаю, если получится, в этом году, если в апреле приехать, до конца мая. Да, уже можно что-то посадить. Да, редиску хотя бы тоже погрызть. Помидоров не надо, я тебе все это... И такие я сделала, помидорки резанные, как пальчики одну, просто резанные помидорки. Не делала такие? Нет, я делала с чесноком, с чесноком, с чесноком, с помидором из оливка. Вот такой я дала. Другие? Понятно. Другие. А грибов кучу, я тебе, ну, банок не было маленьких уже, в трехлитровке, двухлитровке. Ну, а потом же их можно перекатать. Ты перекатаешь дома. Да, ну, что банки я посадю, эти грибочки упала. Посадишь, какие банки лишние, потому что я все равно все их отдам, приготовлю. Томаты тебе дам. То есть, то это... Ну, не знаю. Комат-пасту делала, потому что помидоры не знала, куда девать. Много же насадила. Кошмар. Ну. И грибов садились. У Клау тоже, кстати, помидоры лежат. Ну, так почистите маленько, чего? Ну, Коля же тут подергал, пожигал. Тут было вообще, ну, бульяны стояли. Он пожигал, подергал. Ну, что сможем, то приберемся. Сколько там... Двадцатого, наверное, уже назад поедем. Двадцатого? Ну, мне две недели. А-а-а. Быстренько. Ну, маленько убравитесь, потом шашлычок пожарим. Да, что-нибудь. Три резки зеленые дам. Еще в земле. Свекла в земле, морковка у меня. Ну, это вторая партия морковки свекла. Это второй захот уже? Конечно, все в подвале лежит. А это второй захот. То есть, чтобы свежее вырвало, так оно, смотри, сочное. Все околы там видно. А, вот свекла, я хочу выкопать, тоже торсит. Вес, отеля? Ну, вот сварите, да поедите. Да, да. Ну, свеженькой. Так, все. Ну, редьки надергаю, да, мам. Сельдерея корневую дам. Ой, я купила две штуки сейчас. Сейчас зачешь. Да, если не знала, что у тебя есть. Не надо. Да, 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 Коля. С собой надо. Да, с собой. Ну, и здесь будете есть. Ну, тот, который купила, я вот тогда этот поем, а то у тебя... Я же не знала, что у тебя есть. Если у меня купила. Я сушу его. Беру это самое, ну, чищу, на терку и на противенеку сухой делаю. А сухой потом куда? А потом сухой сделаю приправу с пожитником там щенок. Это не то, что ты мне давала приправу? Нет, там сидерей нету. Там пожитник основной, тимьян, кориандр. Еще там сделаю. Пожитник собрала. Пожитник вырос сам опять. Зеленый весь, с зеленым коврином. Ну ты молодец. У тебя все вот прям... На нас наглядели. Ну, грибочкам, думаю, это самое тут старались. Собирали, собирали. Думаю, надо это... Не успели. Если в Чельпарасе вот тоже успели нагревать. Ну да, ну сейчас ранее подмерзший, и уже заморозок был. А сейчас с 15-го все. Минус минут. Да, выдувать до 15-го надо. Ну, а в воскресенье посмотрим, да? А все деньги, что вы пожарите? Что-нибудь приготовлю вкусненькое. Можно мяско взять, пожарить. Есть мангал тут у вас? Я привозила мангал. Зачем? У меня, Лена, есть шикарный... А я видела твоих мангалов. Я видела, ты показывала. Мы жарили вот как-то, брала мясо. Я туда бросаю кусок деревянного угля, правда, этот на поддор. Он дымится. Абсолютно не так уж и шашлык ловит. Там вообще мы... Надич, я вот три дня еду. Слушайте, когда съездил к Наде, к Сереже, надо было взять кое-что из инструмента. И гляньте, что они мне прибомбили, слово тети Клавына, прибомбили мне пять банок грибов. Это синие ножки, две трехлитровые банки, три полторашки или двушки. Они такие вкусные. Надюха так классно делает. Грибов, я уже говорила, в Воронежской области в этом году было невероятно много. Потом можно будет просто их перекатать на маленькие баночки. Потому что три литра, естественно, мы не съедим. Это на свадьбу такая банка. За один раз мы не съедим перекатать дома на маленькие баночки. И открывать, потом и кушать. Перебираю по углам. Нашла пакет с вещами. Я так понимаю, что этот пакет, это то, в чем последний раз была одета тетя Клава. Вот эти вот штаники красивые я ей привозила. Вот. Потом вот эту вот маечку тоже я привозила. И тут же трусики, бюстик и носочки. Все это было вот так вот скручено в пакете. Настирала три машинки. Веревочка висит. Всем приветики. Вот она я. Вот, конечно, это не то, что летом, когда ветерок и все быстро сохнет. Но, тем не менее, на свежем воздухе хорошо. Вот. Кое-какие вещи тети Клавы я перестирываю. Вещи хорошие. Ну, они немножко какие-то замаранные. Вот. Поэтому, если отдавать, то отдавать все в чистом виде. Это вот все текла Витанюшка из Краснополья дарила эту куртку. Ей так эта куртка была хорошо. Вообще, она мне очень нравилась. Вот. Откирала курточку. Кстати, сегодня уже пришло мне два штрафа. Два штрафа. Но пока еще можно заплатить 50%. Хотя мы ехали. И у нас стояла эта пеликолка, которая предупреждает. Ну, а ехали мы быстро. Хотя старались немножко там придерживаться. Коля разгонялся. Максимум я видела 163 на моей машине. То есть она еще так. Я говорю, Коля, блин, что ты делаешь? Это не я. Это она сама едет. Вот. Я самая большая на ней ехала 154-155 примерно. Но в основном у нас скорость была 130-135-140. То есть если уже дорога такая, как взлетная полоса, то она 150-160. То есть машина сама едет в одеведоватый. Дву штрафа посыпались. Уже два надо будет платить. Конечно, предупреждает этот антирадар. Но он иногда предупреждает почти вот. Вот камера, и он начинает орать. На тормоза все равно ты не успеваешь притормозить, чтобы снизить скорость. Ну, короче, как-то так. Слушайте, в доме навозилась. Хочется выйти на улицу. Но надо помыть полы на кухне. Хочу подергать крапиву. Вот. Подергать и посушить зверюхам. Наверное, сейчас один у перчатки, один у штани. Тетя Клава бы сказала, Лена, без штанов, а ну иди одевай штаны, замерзнешь. Вот. Всегда, когда что-то делаю, вспоминая ее. Кстати, я не пойму, это что, кустик вообще высох весь? Почему вот это вот зеленое, это все сухое? Не сухое, а без листьев. Так же не бывает или бывает? Да нет, живое, все нормально.